У Керуака мировое значение получилось немножко больше, чем сам Керуак как писатель. То есть он такая, скорее, знаковая фигура, чем гениальный писатель. Потому что он такой, это вот вопрос о роли личности в истории. Он угодил как раз на такой рубеж, вот у нас этот форум был посвящен границам. Вот он ровничком угодил на эту границу между 50-ми и 60-ми. То есть он в этих 50-х жил и превратил их в 60-е. И сам, как водится с такими людьми, эти 60-е не захотел принять. И, в общем, так и остался в своих каких-то там, в своем времени. Но он эти 60-е во многом сделал. То есть вот так получилось, что его этот роман, который в дороге, что он стрельнул таким образом, что вдруг все побежали. Ну, вообще битники так стрельнули, но Керуак в первых рядах, конечно. Потому что он был гораздо более приемлем для широкой публики, чем Гинсберг или Бироуз, там, кто-то еще. Что понятно вполне, потому что он был гораздо более конвенциональный, так сказать. Ну, собственно говоря, роман в дороге – это нормально роман. Не то чтобы какой-нибудь дикий модернизм, там, или какая-нибудь жуткая порча для всех людей мира. И это стало настольной вот такой книгой, библией всех вот хиппанов там, которые пошли по его следам, скажем так. Оказалось, невероятно привлекательная альтернатива тому… А, про конвенциональность. Тому, собственно, в чем выросли Керуаки и все остальные. То есть, вот короткие стрижки там, послевоенные вот это, давайте восстанавливайте там и прочее. Ну, там Аминьку особо не надо было восстанавливать. Ну, понятно. Ну, вот чтобы все были хорошие, мы с дюжем там, будем работать, все, коммунизм не пройдет там. И Керуак, собственно говоря, он плоть от плоти вот этой вот нормальной, пятидесятной такой Америки. Но почему-то вдруг стал вождем и жупелым, и флагом маргинала. А какие основные идеи этого романа «В дороге»? Да какие основные идеи? Вышел и пошел. То есть, что вот в дороге ништяк. Такая основная идея. Что надо не засиживаться, а вот как-то гореть, 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 как эти безумные римские свечи. Это дали по тексту, да? Римские свечи – это фейерверки, собственно говоря. Ну вот пинок дали тебе и пошел. Давай гуляй, смотри страну, не засиживайся. И будет у тебя новая, интересная, клевая, важная жизнь. А сегодня актуален этот роман, как вы думаете? Да он для каждого человека актуален тогда, когда человеку надо немножко распрощаться со своими привычными моделями каким-то. Дать себе вот самому пинок под зад. Но, к сожалению, это не для каждого человека работает. Вот такой человек, как я, например, я уже на грани клиники у меня драмамания. То есть, мне все время нужно куда-то ездить, что-то новое смотреть, иначе я кисну. Ну, моя жизнь таким образом и устроена. То есть, у меня такая работа, что я все время должна ездить. Ну, есть такие люди. А есть люди совершеннейшие домоседы, для которых это мучительно, как выяснилось. То есть, это не для оседлых людей, да? Нет, конечно. То есть, человеку, которому важнее всего, вот, свое гнездо, очаг там и так далее, для него может быть губительная такая жизнь. Керуак сам такой был. Он поездит, поездит, потом бац, маме под крылышко хлюк, и там сидит, пишет романы свои. Это любимый писатель Джонни Деппа, не знаю. Джонни Депп вообще такой, у него любимая группа Роллинг Стоунс, там, любимый писатель Керуак. Он такой плоть от плоти своего поколения. Кибер Роуз, там, Гинсберг, они там и алкоголиками были, и наркоманами, да? Не-не-не, секундочку, секундочку. Алкоголиком был Керуак. Гинсберг был совершенно, ну, то есть, Гинсберг, конечно, все пробовал и любил, но у него другой интерес в жизни, на котором мы сейчас не будем заострять внимания. Что касается Бероза, то Бероз прежде всего был наркоманом, убежденным и пропагандистом, всяческим наркотиком. Ну, а что делать? Ну, такие вот ребята, да, сильно испортили нравы современной молодежи. Трудно читать Битников, это же литература потока сознания. Ну, Керуак читать легко и приятно, особенно в моем прекрасном переводе. Керуак тоже отдал дань эксперименту с потоком сознания, но у него плохо получилось. Есть такой роман подземный у него, который, ну, нехороший, неинтересный роман. Я вообще у Керуака читала бы 3-4 вещи, не больше. Ну, скажите, какие? Ну, вот, «В дороге», значит, потом 2, которые я перевела, «Бродяги Дхармы» и «Бексур». Сейчас я скажу «Ангелы и опустошения», или иначе переводится «Десолейшн анджелс». Еще какой-то один, не помню, какой-то еще. Вот. Ну, все остальное Абшиново. Можно читать, можно читать. Мне так кажется. Что касается Гинсберга, это очень специфическое уже чтение. То есть Гинсберг вообще очень милый мне человек. Он мне как-то нравится, вот, его отношение к жизни и то, как он выгреб из полного маргинальства в чуть ли не главные поэты мира. При этом, не будучи особо поэтом, ну, я не люблю американскую поэзию, мне неинтересно. Да, мне неинтересны стихи, не имеющие четкой структуры. Это как капля чернил на промокашке. Ну, мне трудно такие стихи читать. Но, тем не менее, я отдаю дань полностью вот этому пассионарству, его этой отзывчивости всемирной, так сказать, вот, которая у него была, человечность его. И хотя мы с ним расходимся в очень много взглядов на реальность, тем не менее, это мой человек, конечно. Что касается Бероза, то я его, конечно, в чужую уважаю немножко, вот, но совершенно не люблю ни то, что он написал, ни то, что он употреблял. То есть не имеет, не имеет ко мне отношения этот человек. И, в общем, писателем он не был особо. Что он так думал? Взял разрезать лист бумаги на четыре части, его сложить в произвольном порядке и посмотреть, что получится. Мне неинтересна такая литература. Есть роман Джанке, такой ползучий реализм про жизнь наркомана. Есть роман Куэр, то же самое про гомосексуалистов. Ну, да, можно написать. Его сын был очень талантливым писателем, но, к сожалению, рано умер от злоупотребления всяческим говном, которое вошло в широкий обиход, по-моему, благодаря его папаше. Спасибо.